Слава Украине! Ребята, продолжается повальный морг среди топ-чиновников и военных Московской Федерации. Давайте посмотрим, что вот за последние сутки произошло и тихонечко прибалдеем. Не успели там за какого-то генерал-лейтенанта вчера рассказать, что его там похоронили под Москвой? С Украины, понятно, да, что он приехал сюда, повоевал, вернули его туда. Я фамилию не запомню, не столь суть важна. Как сегодня, нет, точнее вчера, потом же, пошла информация о том, что от ранений умер командир Саратова. Это БДК, который был разбит нашими в Бердянске. Если вы помните, там же, рядом с ним, был второй БДК. Это Цезарь Кунников. Помните такой был? Да. Так вот, его командир умер сегодня от ранений, полученных, как они сказали, на материковой части Украины. Понимайте, как хотите. Может быть, это еще те ранения, которые были получены при попадании нашей точки У, если это была точка У, в БДК Саратов. А этот стоял рядом. А может быть, как-то по-другому. Может, он пошел повоевать ему. Ручки зачесались, и он пошел повоевать там в Николаевской области или в Херсонской области. Ну, и его где-то там прикондропупили. Соответственно, сегодня говорят все. То есть, вот мы видим три топ-ком... Ну, скажем так, каждый из них, это да, должность генеральская. У каждого из них три человека нема. Дальше. Сегодня, а я же сказал, генералы и топ-чиновники. А мы знаем, что сейчас на Москве самый настоящий морс, самый настоящий 37-й год. С этими всеми делами. Мы знаем Суркова, мы знаем 50 арестованных генералов. Но вот новости. Смотрите. Только что, вот буквально 20 минут назад, в Москве найдены убитыми бывший вице-президент Газпромбанка Аваев и семья. Аллилуйя. По версии пропаганды российской. 51-летний Владислав Аваев застрелил свою 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой. Ну, в это все верится крайне мало. Я не думаю, конечно же, что Аваев стал стрелять в супругу и стрелять в собственную дочь. Жили они прекрасно. Ну, вице-президент Газпромбанка. Пускай даже бывший. Вы же прекрасно понимаете. Чего бы вдруг он в них начал стрелять? Конечно же нет. Дело там совершенно в другом. Скорее всего, этот товарищ очень хорошо знал о махинациях кремлевских. И самое главное, знал, где находятся средства. Где находятся деньги. Вот за что шлепнули его. А жену. Жена, это прекрасный свидетель. Она могла быть точно так же в курсе дела, как и он. Дочка, понятно, наследница. То же самое. Лет через 10-15 могла бы забрать эти деньги себе. Соответственно, расправились и с ней. Вот что, собственно говоря, происходит. Происходит повальный мор среди тех, кто организовал войну в Украине. Мы смотрим, что уже практически никого из тех генералов, которые эту войну начинали, начиная от командующего Черноморским флотом, которого забрали Басурина, пол прочей сволочи, которая начинала войну в Украине. Их никого уже нет. Все. И дюльку Басурина в башкурсе. Вчера его прибрали куда-то. Не знаем куда. Вот. Теперь речь уже идет о том, что они постепенно избавляются от ненужных свидетелей среди банковского топ-менеджмента. Понятно, что эти люди обладают определенной информацией. Что и, собственно говоря, играет против них. А о чем это все вместе говорит? Это говорит о том, что кремлевский режим в ужасе, в панике, шатается. И крыса кусает сама себя за хвост. А это значит, что все будет Украина. Слава Украине.